Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В вечернее ночное время, это мы после богослужения пришли, это сейчас уже день полдесятого по нашему местному Барнаульскому. Сегодня у нас 30 марта 2013 года. Вот мне пишет одна. Галина Козлова. Это в Мейл.ру. Уважаемый Игнатий, доброго дня вам. Я хочу спросить, как православие объясняет четвертую заповедь Божия о субботном дне? Я адвентистка, умею слушать. Вы человек мудрый. Мне очень интересно знать. И очень важно для своей души. Ну я и ответил сразу. Вопрос принят. Но я уже оделся, иду в храм. После создам вечером ролик. Если жив буду и угодно, то будет Господу. И вы прослушаете. Название дам. Истинная суббота. Благодарствую. Жду. Отвечает она. Ну вот, что сказать здесь. Я уже подготовил материал. Пока Володя пусть снимает. Откуда мы что знаем про субботу? Где в Библии про это написано? Я вот дальше посмотрел. Немножко хотя бы. В Ветхом Завете встречается Это в Новом Завете 22 раза Слово суббота. Во всей Библии канонической 143 раза. Вот. И в неканонической Неканонической 22, а в Новом 56. Вот оно как. И всего 165 раз. Суббота. Вот в ее все значения надо посмотреть. Что оно означает. А кроме того, раз оно называется Седьмым Днем, пришлось проверить Все библейские места С указанием на седьмой день. Итак. Начинаем. Бытие 2.20. Я буду давать короткие комментарии. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмый. От всех дел своих, которые делал. Ну и седьмое, это мы можем на седьмое переправить. Значит, что Бог делал, впереди перечислено. Все видимое. Все прекрасное. И дальше Бытие 2.3. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Значит, Бог, ну, образно сказать, почил это, отдыхал, ничего не делал, после дел, которые Он сотворил и созидал. Вот. А теперь исход. 20-й, 27-й стих. 1-й седьмой. Суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Просто указание. День седьмой. Ну, седьмой все единодушно соглашаются, что это суббота. Далее она поясняется. Исход 11-й стих. Почему? Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботни и осветил его. Вот. Посему. То есть поэтому. Потому что он созидал, и созидание кончилось, и Бог почил о своих дел. Правильно так и написано. И далее. Исход 16-23. И он сказал им. Вот что сказал Господь. Завтра покой и святая суббота Господня. Что надо печь, пеките. И что надо варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. То есть это уже переходит в закон через Моисея. Тут вот какое еще дело. Есть еще одно слово. Субботство. Евреям 4-9. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Это Павел писал в послании к евреям и говорит, что будет еще покой. Вот уже я буду не доказывать, что именно воскресенье должно быть. А что именно проистекает из этих слов? О том, что в первый день недели собираете. Это все адвентисты знают. Мне просто нужно по Писанию показать, что субботу никто не отменял. Нигде этого не было. Мы сейчас по порядку все это посмотрим. Матфея 12-8. Марка 2-28. Лука 6-5. Одно и то же говорят. Три евангелиста. Ибо сын человеческий есть господина Суббота. Просто премиум это. Почему он господин Суббота? Он ее создал. Субботу он творил. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Прекрасно. Но если это так. Он ее сотворил в Субботу. И поэтому он и может распоряжаться с нее как хочет. Как горшечник сосудом своим. В низкое употребление, в высокое. Разбить его. Это мы встречали уже. Далее. Христос пришел, когда совершил весь закон. Конец закону Христос. И вот теперь нужно понять, что же принес Христос во все 10 заповедей. Ну так как вопрос задан по 4 заповеди, я поясняю. В прежнем состоянии 4 заповедь никак не могла остаться. Абсолютно никак. Потому что иначе смысла нет. Что он, Христос, пришел возвысить. Все заповеди свои он возвел в другую уже ипостась. Так скажем. Вот. Было обрезание. Обрезание тоже никто не отменял. Почему? Оно прообразовало выше, что крещение, где прощение грехов. Докрестится каждый из вас для прощения грехов. 22.16. Деяние говорит. Стань, крестись и омой грехи твои. Ну где омой? В воде. Значит грехи прощаются. Я говорю это уже с прицелом на сектантов. У них в крещении ничего не делается. Просто обещание Богу доброй совести. У них прощение в покаянии. Я говорю, а как же, вот смотрите, 16 глава, когда, ну, считаем, как апостол Павел, 22 глава, описывает, как он обратился. Заходит Ананя, епископ там еще, Дамаска, и говорит, брат Саул, значит, он покаялся уже, покаялся, три дня назад. Что ты медлишь? То есть ты можешь умереть. Встань, крестись и омой грехи твои. Вот это полностью крушит все лжеумствования сектантов. Что в покаянии прощение, а в крещении нет. Отпущение грехов только в крещении. Исайя 65, 17. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Когда говорят, что Господь сотворил, поэтому отдыхал, в честь того, что небо и землю сотворил. Так вот теперь даже вспоминаемы не будет то творение. А почему? Творю все новое. Творю новое небо, новую землю. А где он творит новое небо, новую землю? Ну оно же старое, вспоминаемо даже не будет. Исайя 66, 22. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, это Исайя говорит за 700 лет до Рождества Христова, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Вот такое сравнение с новым небом, новой землей. А как имя ваше и семя ваше, если его не будет здесь? Значит оно есть? Лука, 23, 56. Возвратившись же, приготовили благовоние массе, в субботу остались в покое по заповеди. То есть ветхая заповедь еще полностью в жизни израильтян. Теперь считаем мы, когда Христос умер, то где он был в это время? Как где? На кресте. Я говорю, как сектанты, субботники, адвентисты седьмого дня отвечают. Но правильно, тело было на кресте, выпросил его там Иосиф Аримапейский, его положили в гробницу, знаем, а душа? Они сразу говорят, какая душа? Ну какая душа у человека? И видел я душу убиенных под жертвенником Откровения 5 главы. За что он видел там? Или с адвентистами не проконсультировался, Иоанн Богослов? Видел я душу убиенных за Слово Божие. И они мыслят, знают, что на земле делается. Да коли владыка не встишь за кровь нашу. И здесь говорится, что Христос в субботу не отдыхал, а совершал большой труд. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, когда? В пятницу. Праведник за неправедных. Был умерщрен по плоти, но по плоти Иосиф выбросил, но ожил духом. Значит, все-таки Петр был не адвентист седьмого дня. И девятнадцатый стих. Которым духом, душой, дух и душой это одно и то же. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Евреям 12 глава, 28 стих. Которым духом, он и находящимся в темнице, духом. Каким духом? Ну, души, которые Ной, Адам, все находились. То есть, находящимся в темнице, сойдя, сойдя, то есть это низ, не взойдя, а сойдя, проповедал. А каким? Некогда непокорным, ожидавшему Божьего долгоперпения. Поясняет дальше. В одни ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды. То есть, ставил вопрос так, что он, Христос, в преисподних местах будет проповедовать. Ну, это уже знал Израиль. А вот те, которые во время потопа погибли, они как бы казались отдельно. Им столько говорено было, неужели их Бог тоже помилует? И написано, сойдя, проповедал. А что проповедовать? Тебе не надо рассуждать. Надо верить. А то кищаться, что у вас Библия, Библия, православная не знает, но я православный. Я смотрю, как написано. Я даже не говорю, как истолковали святые отцы. Но не Елена желает, толковать должна. Дальше. Учить жене не позволяю. Толковать или православной за 2000 лет женщин не было, ни одной. А тут в самом основании уже поставлена женщина. Ну, и вот и получилось такое. Ни души нет, ни ада. Читаем. 1 Петра 4,6. Значит, вот это свидетельство, сойдя, проповедовал где-то. Где он проповедовал? Написано, проповедовал. Аж проповедовал. Находящимся в темнице. Где? Ну, преисподние места. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, то есть не проповедано, благовествуемо, то есть о Христе, о жертве Его. Чтобы они подвержены суду по человеку плотью, то есть когда они жили на земле, они подвергли суду Божию, Бог, может быть, убил, на фронте война была. Жили по Богу духом. То есть им дан шанс был жить духовной жизнью, по Богу, в духе, в душе. Откровение 12,1,5. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит, напиши, ибо слова все истинные верны. Я опять говорю к сектантам, они в это не верят. А раз не верят, подписаны слова эти истинные и верные. Ну, а если истинные, так они и верные. Но истина это с неба, а верная для нашей веры дается. Тут небольшой нюанс. В это надо поверить, что новое все творит. Новое. А что значит новое? Ну, Христос был распят. В пятницу духом он сошел. В пятницу, в субботу он там проповедует весь день, работает. А проповедь это труд. Большой труд, тяжелый труд. Чтобы с человека обратить, златоуст, говорит, нужны тысячи талантов. А чтобы крестить, ни одного не надо. Достаточно, чтобы был рукоположен законно и не запрещен. И вот здесь он сошел, проповедал. Апостол Павел говорит, Господь послал меня не крестить, а проповедовать. Проповедуй во время, не во время. Труд. И он называет труд, говорит, трудящийся, достоин пропитанием. Не заграждай рта у ола молотящего. То есть, это все относится к проповеди. И Христос пятницу, субботу и воскресенье начало захватил. Вот три дня был во гробе. В субботу он, может быть, был там час-полтора. Пятница полностью. И воскресенье, воскресный день, первый день недели, может быть, захватил там несколько минут. Но это считается день. Напиши. Теперь читаем. Внимание. Псалом 117, 22-27. Камень, который отвергли строители, стоялся главой угла. Когда мы этого не знаем. Это от Господа езди в новощах наших. То есть, его пренебрегли. И удивительное дело, он краеугольный камень, на котором стена иудейская и стена языческая сошлись вместе. Вот оно где. В сей день, вот этот день, какой не знаем, сотворил Господь. Возрадуемся, возделимся воны. Возрадуемся. Спрашивается, как возрадуемся? Да очень просто. Ликующие возгласы будут. А могло быть это в пятницу? Нет. И прибыли они в печали. А в субботу? А мы думали, вот вместе с тем, когда они шли в Маус, что говорит? Отчего вылились, та же печальная? А ты как один из тех, кто не знаешь, кто пришел? Возрадуемся. Пророк знал, что радоваться нельзя ни в пятницу, ни в субботу. А когда? Возвеселимся в день онный. А когда они возвеселились? Сейчас посмотрим. Я заранее хочу сказать. Догадались? В первый день недели, когда увидели воскресшего Христа. Ну а адвентисты радоваться не будут. Я не для них это говорю. Там, может быть, сатана запечатал, ничего не поймут. Дальше. Давид говорит, о господи, спаси же! То есть и нас научи праздновать первый день воскресения. Неделя. О господи, с поспеши стой же, поспеши на помощь и подними нас. Благословен грядущий во имя Господне. Уже из преисподней грядущей. Он пришел с победы. Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы. Почему? Он входит в небо. Прославлены. Он ни перед кем не кланяется. И перекладины не вмещают его. Он говорит, поднимитесь кверху. И войдет царь славы. Благословляю вас из дома Господня. То есть храм принял Христа. И дали Бог Господь. И он осиял нас. Когда осиял? На воскресенье. В субботу были в печали. В воскресенье они сказали, в субботу ничего они не знали. Так. Вяжите верными жертву. Введите к рогам жертвенника. О чем речь идет? Ну, о том, что Христос был жертвою. В Ветхом Завете был ягненок. Все творят все новое. И сравнивают нищим. Потому что с неба сошел Агнец. Евангелие от Иоанна 1.29. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Введите его к рогам жертвенника. У них был жертвенник. За жертвенник, мы знаем, Адония ухватился. Пытался там сохранить свою жизнь. Туда Иоав побежал. Эти другие рога жертвенника. Рога это перекрестик креста. Агнец Божий был на крест положен, не на 12 камней. Что тут понимать-то? Если тот ягненок, а этот Агнец это ягненок. Это одно и то же слово. В оригинале греческом там нет двух слов. И по-немецки это одно слово. Одно. Лам, значит, лам, больше ничего нету. Введите к рогам жертвенника. Куда? Чтобы руки раскинуть и леща. Это как рога жертвенника. Там клали животное, приносили жертву. А здесь жажда. Он сгорал в огне страдания. А там огонь подкладывали. Все новое творит. И когда за субботу хватаются адвентисты, они все еще там не встретили Христа воскресшего. Я вам расскажу больше. Опасность субботы сегодня празднования заключается в том, что ее просто навеливают те претещи Антихриста. Антихрист будет за нее держаться. Он восстановит все иудейское. А как же написано, отменит праздничное. Да какие праздничные? Везде воскресенье празднует. Он на воскресенье покусится. Он отменит. Не субботу. Субботу отменять-то не надо. Его нигде нету. Чего он будет отменять-то? Ну не надо его считать бестолковым таким. Евангелие от Иоанна, 16, 21, 23. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Павел говорит, я родил вас благовествованием Христовым. Теперь рождается новый мир, новая эра. Так и вы теперь имеете печаль, но я вижу вас опять. Когда опять? Опять. То есть воскресну из мертвых, увижу опять. И возрадуется сердце ваше. То есть у всех, кроме адвентистов. И радости вашей никто не отнимет у вас. Никакие сектанты не отнимут радость воскресенья из мертвых. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое даст вам. А почему? Потому что я умер за ваши грехи. Принес умилостивительную жертву. И теперь гнев Божий от гнева отца, его сущность, справедливость, возмездие за грех, смерть. Он нашел удовлетворение в моей жертве. И вот, говорит, радость женщины, потому что родился в мир человек. Какой родился человек? Христос воскрес. И говорит, вы увидите меня, возрадуйтесь. Вся радость когда будет? Ну, не в субботу же. Я разговаривал с адвентистом много раз. Они теперь начинают говорить, что он воскрес в субботу. То есть они не знают, как вывернуться. А теперь, я говорю, он сходил в преисподние места. Они запутались с этой субботой. Ты говоришь, а у него и души нет никакой. Но если души нет, то куда сходил? А никуда не сходил. Так они совсем не верующие. Просто дуркуют, как в русском языке говорят. Написано, сошед преисподние места. А это он с неба сошел на землю. Земля нигде преисподними местами не называется. Просто дурью маются. Сатана обольстил через эту бесноватую Елену Уайт. Евангелие Теана 16, 20. Истинно, истинно говорю вам. Вы вас плачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Ну когда? Ну в пятницу когда распяли. Как они радовались. Как они поздравляли друг друга все. Каяфа, Анна, Пилат. Наконец-то смутьяно распяли его. Вы печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Я говорю, возрадуйтесь, возделимся в день онный. Псалом 117. В какой онный? Ну ясно, когда возрадуется. В воскресенье? А какой день празднуется? Ну какой воскресный день празднуется? В субботу Христос по новому творению. Там он творил небеса, животных. А здесь других животных. Опускался сосуд с неба. И разные животные. Заколи ешь. Петр говорит, ничто нечистое не входило в мои уста. Деяние 10 глава. Что Бог очистил, не почитай нечистым. То есть не презирай язычников. Это речь шла о всей вселенной. Это новое творение. Там животных творил. Здесь творит новые души. Сын мой был мертв, я жил. Он творит новое. Адвентисты этого не понимают абсолютно. Это означает суббота вечное установление. И эта суббота возвышена нынче. Истинная суббота это воскресенье Христово. И она суббота указывала на это. Там почила всех дел. И здесь почила всех духовных дел возрождения человека. И в воскресенье Христос отдыхает. Он с учениками вместе. Ощупать, смотри. Откровение 19.7. Возрадуемся, веселимся и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца. И жена его приготовила себя. Когда возрадуемся? Ну, когда верующие воскресли из мертвых. Опять же речь идет о воскресенье. А в какой день, неизвестно. Но главное, сам смысл воскресенья. Тут интересно, еще адвентисты, все сектанты, они нападают на то, что, ну, у вас, смотри, воскресенье. А вот там написано, зонтак, день солнца. Я говорю, а 83-12 Псалом считали? А что там? И написано, Господь есть, солнце ищет. Он солнце есть. Они хитрят просто. Или Библия не знает. Это день солнца. В самом деле, почему? Он солнце незаходимое. Я как-то с архиереем Гидионом Докукиным беседовал. А ему приезжали католики, там, кардинал, подарили книгу. И там написано, солнцем нигде Господь Бог себя не называет. Я говорю, да это неправда. Как неправда? Я говорю, Псалом 83-12. Он открыл правду. А как же он пишет? Да мне зачем, как он? Для меня Бог открывает духом святым. Моя задача, только листик перевернуть. Дальше. Я спрашиваю, а антихрист будет отменять новое или старое? Что антихрист будет отменять-то? Устанавливая свое. Ясно то, что везде во всем мире. А что во всем мире? Возьмите, вопрестов, католиков, православных. На адвентистах там капля какая-то. И то, что на десятки сект разбились. И последний остаток. Он отменит воскресенье, восстановит субботу иудейскую. И поэтому адвентисты седьмого дня – это притеча антихриста. Они все готовят к его приходу. Тут и так понятно. Послание, книга Левит, 3 Моисеева, 3-7. Это постановление вечное в роды ваши. Во всех жилищах ваших никакого тука и никакой крови не ешьте. Постановление вечное. Я для того-то взял, что слово вечное. Так, речь шла разве о вечности? Конечно, нет. А в вечности будет кровь? Какая кровь? Это не пища и питье, говорит. Царствие Божие не пища и питье. А написано вечно. Ну почему? В роды ваши не ешьте и дальше. Зачем это говорится? Постановление вечное. Слово вечное имеет смысл на этой земле. Имеет ограниченность. Хотя, если смотреть по словарям, то вечность вообще безгранична. С восьмерка на боку. Исход 30-16. И пусть хранятся на Израиле субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. А тут как? Да так. Что суббота переходит в новозаветный воскресенье, день радости, и уходит в вечный. Спросим, а там субботство будет. То есть вечный покой, песнопение, радость со Христом. Левис 16-31. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Можно понимать так, что только на земле и дальше и не будет. Но суббота имеет более глубокий смысл. Адвентисты, как правило, говорят, смотрите, вот, ну что, допустим, не при любодействии. Заповедь кончилась. А суббота, святи, раб, рабыня перечисляется. Почему? Там было очень просто. Не при любодействии. Это не одобрялось и в Египте. Они же оттуда вышли. Когда давался закон, они других законов не знали. И дальше. Чти отца и мать. Этот закон был в Египте, очень высоко стоял. А субботу они не знали. И нужно было перечислять. Не ты. Ну я не буду, а пусть, не рабыня. Но ехать-то можно. Не осел, не волк. И дальше перечислять. Потому она и длинная. Они как вот малые дети умом. Смотрите, какая широкая заповедь. А что там широкого-то? Там ничего и нету. Если бы знали, что такое суббота. Там уточнение. А чти отца и мать, там уточнять нечего. Не прелюбодейся, не кради. А что вы что там пояснять-то нечего? Ну не берись уже. Кто крал, плед не кради. Исход 31.14. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вону и делать дело, та душа должна быть истребленной среди народа своего. Это все относится к воскресению Христову. Как мы уже и доказали это. Матфея 12.2. Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он как будто специально Господь делал, пока суббота кончилась. Фарисеи довели до совершенства эту субботу. И приговорили его к смерти. Адвентиста маленько еще не хватает. Чтобы, если Христос придет, чтобы побить его камнями. Он не от Бога. Он субботу не хранит. Лука 13.14. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, которые должно делать. В те дни приходите исцеляться, а не в день субботний. То есть, вот понимание иудейское. Откуда-то они это вывели, Талмуд это им подсказал. Нельзя перетереть даже зерна в рот. Лучше умри с голода. Пусть человек умрет от болезни. А Господь пришел и от голода спасти от болезни. Это новозаветнее. Иоанна 5.10. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Я выбираю все места. Вот как нужно исполнять. Постель не брать. Не заправлять ее, не трогать ее. Одеяло не переворачивать. Иоанн 7.27. Если в субботу принимают человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу, а когда он исцелил Господь? До воскресения. В пятницу он умер, воскресение воскрес, и их вывел. И написано, с воскресением Христом многие святые явились в ограде. Как они явились-то? Ну воскресли. Ну ясно дело, радость была. Как они разговаривали, где вы были в это время. Даже представить невозможно, что там было. Ну, если бы подробно писать, всему миру не вместить этих книг. Дальше Даниила 7.25. Время Антихриста. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Кого? Да христиан. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Какие времена? Ну какие? Воскресение Христово, праздники Христово какие есть? И закон какой? Христов закон, не Моисеев. И они преданы будут в руку его, христиане. До времени, времен и полувремени. Что значит до времени? Время это год. Времен это плюс два года. И получается три. И полвремени полгода. Три с половиной года. Так все сходится. Полностью. Если это сходится, мы можем посмотреть еще одно место. Я про субботу хочу дальше продлить. Вот как. Спрашивают, а Христос отменил какие-то западницы? Ни одной не отменил. Матфея 5.17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Не написано для того, чтобы вы исполняли. Исполнить. И все закончилось. Господь не отменял закон, а несравненно его возвысил. Вот. И где мы это находим? Иоанн 9.16. Тогда некоторые из парисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу. А что не хранит субботу, это было легко доказать. Очень даже легко. Он же исцелял. Заботился о исцелении. Он же кормил человека. Не от Бога этот человек. А мы знаем, что Христос пришел, и Царство Божие приблизилось в его лице к людям. Так что вецхозаветные ревнители субботы здесь полностью проигрывают. И считаем. Матфея 6.33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Что все? Ну, впереди написано. Пища и питье. Еще читаем. Евреям 10.1. Потому что все ветхозаветнее было как лепет какой. По сравнению с новозаветним. Оно просто тень будущих благ. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Тень. И кто за субботу хватается, за десяти словами, буквально понимаю, это они играют с тенью. У них ничего нету. Это малые дети. Это как распявшие иудеи. Так он и воцарится, это в третьем храме будет. И дальше. Ребенку, как Златоуз говорит, свойственно преподать к груди матери. Но не взрослому, когда он вырастет, уже муж совершенный. И сегодня к субботе тащить людей, это взрослого мужа опять ставить в роль ребенка. Закон был по мерке тамошнего человека, как и для ребенка. Извел он только ко Христу. Галатам 3.24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдать все веры. Детоводитель. Все десять заповедей, закон, это все тянуло ко Христу. А Христос пришел, не отменил, а возвысил. У нас просто времени нет. А если было время, я каждую заповедь показал бы в новозаветнем духе. В новозавете. Вот написано, не убей. Ну написано, не убей. А в новом завете гневающийся на брата и человека убийца. Что, не слышали никогда? Ну не убей-то, ну зря, самовольно. А на войне это похвально было у них. Так вот, сегодня скажите мусульманину, не убей. Как не убей? Он даже до этого заповеди не дорос. Все-таки лежал, все. А гневающийся на брата, написано было, не прелюбодействуй. Но заповедь осталась, осталась. Но она возвышена. Кто посмотрит на женщину с вожделением, с пожеланием, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Все заповеди возвышены. А субботу Господь бы бросил, не возвысил. Суббота указывал на покой после творения. Но то творение, какое было, с тем, которое Бог дал, когда сотворил новое Царство Божие, новое, совершенно. Царство Божие внутри вас есть. Ясно, что Он проповедовал, спасал людей. И от вдохновения наступило воскресенье. И поэтому мы прилагаем все силы на то, чтобы в воскресенье прославить Бога, посещать больных, помогать людям. Вот в Ветхом Завете как было. Бытие 17.13. Это я все к субботе подвожу. Непременно, да будет, повыше сделай, да? Это одно мгновение только, ничего не стоит. Я даже не подумал сразу. Вот так. Смотри как. Непременно, да будет обрезан рожденный в доме твоем, и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Ну, а теперь спрашивают. Ну, хорошо. Ну, это заповедь была? Ну, да. Без обрезания умрет. Вот. А как в Новом Завете? Читаем. Колоссяна 2.11.12. В нем вы, во Христе уже, возвышенно как? Там ничего нет, только детородного члена кожицу обрезали. Обрезано обрезанием нерукотворенным. А каким? Совлечением греховного тела плоти. Там сотворил Господь человек, и он греховный стал. А здесь оживотворенный Духом Святым. И теперь это совлечение греховного тела плоти. То есть мы умрили во Христе для мира и мир для нас. А обрезанием христовым. Так, обрезание какое? Христово. Повторяю. Христово. А какое? Быв погребены с ним в крещении. А там человек обрезали как крайнюю плоть, как бы отречение от плотских дел. А здесь буквально встань крестись, а мой грехи твои. А обрезанием христовым, быв погребены с ним в крещении. Вот там скрижали были. Скрижали лежали в ковчеге. Это все прообраз был. Скрижали это слово написанное. Скрижали 12 заповедей. Они указывали на Христа. Вначале было слово, и слово было у Бога. А где он был? В очреве Девы Марии. Ковчег прообразно указывал на Деву Марию. И вот когда О завез в ковчег, наклонился, он хотел поддержать. И Бог поразил его. Что это? Это образец засектантов. Они своими руками пытаются поправить дело Божье, Божью Матерь поносят. Вы все поражены будете. За что его Бог убил-то? Непонятно. Он же хотел поддержать. Человеческими силами нельзя удержать. Даже в церкви, если какие-то были допущены ошибки, их Господь сам выправляет. Через нужных людей. А так, а я уйду. Ну куда уйду? К филистимлянам? К хитеям. Ни один иудей никуда не уходил. Их никто там не ждал. А сегодня сразу раз отошли. Это слух последователей Дафана, Верона и Корея. Так что суббота была завершением ветхозаветного творения, потом впадшего в грех. В откровении Господь говорит, творю все новое. И что? Истина одна. Галатам 4.16. Я уже к ним как бы обращаюсь. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря истину? Истина во Христе. Римлянам 10.4. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Конец закона какого? Ветхозаветнего, который для детей был, для децентроводителя, нянькой был. А нас он возвел к совершенству. Там ягненок, тут Христос. Там жертвенник, тут крест. Там суббота, здесь воскресенье. Вот что мы нашли. 1 Петра 1.19. Но мы спасены уже не кровью ягненка, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Мне хотелось еще коснуться про первый день недели. Почему его Бог выделяет теперь? Деяние 2.1.4. При наступлении дня 50-нис и все они были единодушно вместе. Ну, я могу даже это выделить, чтобы удобнее было. Вот, даже увеличить. Вот, пожалуйста. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил дом весь, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть всем народам. А у Израиля было никого не допускать в свое общество. Амманитянин там до десятого колена не может стать. Так, Деяние 27 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, и опять придется выделить. Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Когда в первый день недели, адвентисты ни под каким видом не хотят, 50-й сокада была, в первый день недели, сам Дух Святой показывает, что уже от субботы отошли. Ну а как же апостол там написано в Деяниях в день субботний? Так были среди евреев, они же Ветхий Завет держали, в субботу собирались. А чего Павел пришел в первый день недели, когда синагога закрыта? Тут и так понятно. Если к нам приезжают адвентисты седьмого дня, а у нас православное поселение, они к нам пришли в воскресенье. Почему? А мы в храме, они пришли, а можно вас проповедовать? Мы скажем, адвентисты исполняют день воскресный. Да нет, иначе они придут в субботу, а суббота у нас закрыта, никого нет. И так же было у апостолов. И считаем дальше. Ян, 20 глава, 19 стих. В тот первый же день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди них. Когда? В какой день? И говорит им, мир вам! В какой день? В первый день недели. Зачем он воскресал в первый день недели? А мы считали, что была радость. То есть Ветхозаветняя суббота переросла, возросла до Новозаветней субботы. Суббота означает шаббат, покой. И покой наступил в воскресный день. В воскресный день Дух Святой сходит, открывается эра новая, рождение церкви. Павел собрал учеников в воскресенье и дальше снова. Иоанн 20, 26. После восьми дней опять были в доме ученики его. И Фома с ними пришел. Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал им, мир вам! В какой день? Ну считай воскресенье. И воскресенье, восьмой день. То и воскресенье. Он сам показал. Первый день недели, все понимали, что это воскресенье, даже еретики. Поэтому Иоанна 16, 22. Мы считали, что у вас будет печаль превратиться в радость. Иоанна 1, 15. О, какой день! Воскресенье можешь заснять даже. Смотри, что покажем сейчас. Ибо день Господень близок. Как опустошение от всемогущего придет Он. А здесь что имеется в виду? День воскресенья из мертвых. Посещение Господом. День страшного суда. Всеобщее воскресенье. Это день Господа и всемогущего. Это день Господень. Почему? Потому что все воскресают. День воскресенья. Воскресенье. Иоанна 2, 1. Трубите трубой на сионе, бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. Это суд Божий. Иоанна 2, 31. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень. Великий и страшный. Почему называется страшный суд? Амоса 5, 18. Горе желающим дня Господень. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Солнце погаснет, луна не даст света своего. Амоса 5, 20. Разве день Господень не мрак и свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Днем Господнем называется его пришествие. Афгия 1, 15. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Сафония 1, 7. 1 Фессоникинсам 5, 2. Ибо вы сами достоверно знаете, ну кому-то же договорится, что день Господень так придет как-то ночью. О каком дне говорится? На воскресенье из мертвых, всеобщий суд, тысячелетнее царство началось на Голгофе и закончится за три с половиной года до Рождества Христова. Время тысячи означает время евангельской проповеди. Итак, Исайя 65, 7. И я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будет воспоминаемой и не придут на сердце. Мы даже не вспоминаем о субботе сегодня. Мы знаем, что она иудейская, и самый большой чтитель будет Антихрист. И сегодня кто? Иудеи ее чтут? И адвентисты седьмого дня. То есть антихристы. Самые главные будут. Сохрани их, Бог, от этого. Я их встречал много раз, адвентистов. Хорошие люди, прекрасные. Но вот впали в это заблуждение, упорные, как староверы. И взрывные. Когда они по ним, они буквально взрываются. Бог милостив. Он силен спасти всех. Да дарует Господь нам всем умом возлюбить его и в день воскресения оказаться с правой стороны. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.